Малое Магелланово облако – это галактика-спутник Млечного Пути, находящийся в 210 тысячах световых лет от Земли в созвездии Тукана. Она была открыта европейским исследователем Фернаном Магелланом. В начале 16 века, во время его путешествия вокруг земного шара, облако является неправильной эллиптической галактикой. Считается, что оно образовалось примерно 13 миллиардов лет назад в результате гравитационного коллапса газа и пыли в протогалактическом облаке. Дело в том, что Магеллановы облака, и большое, и малое, которые находятся достаточно близко друг от друга, они располагаются вблизи южного полюса мира. И соответствующим образом, вот в южной полусфере нашей планеты, все время как раз пользовались наведением на эти облака, чтобы определять свое местоположение. А если говорить о Малом Магеллановом облаке, то это вообще карликовая неправильная галактика или по-другому диффузная галактика, то есть имеет совершенно неправильную форму, то есть достаточно молодая. Ну и разумеется, нужно отметить, что там присутствует большое количество и молодых звезд. Со временем Малое Магелланово облако продолжало развиваться и расти посредством процессов звездообразования, взрывов, сверхновых и слияний с другими галактиками. При изучении Магеллановых облаков впервые была обнаружена зависимость между такими вот звездами, как цепьиды и другими параметрами, то есть их размером, периодом их пульсации. И таким образом был, в общем-то, открыт закон, как определить достаточно большие расстояния во Вселенной. То есть, зная период пульсации и зная величину звездную или светимость данного объекта, можно сказать, что мы наблюдаем вот глубь Вселенной на такое-то расстояние. Группа астрономов из научного института космического телескопа в Мэриленде отслеживала движение газовых облаков и молодых звезд, рождающихся в них, вокруг Малого Магелланова облака. Им удалось обнаружить, что небольшая галактика состоит как минимум из двух систем, что также вызывает интерес. Есть предположение, что они появились из остатков бывших галактик. Различия в металличности их звезд и особенности межзвездного газа можно объяснить разными историями эволюции. С другой стороны, расположенная ближе к нам система может быть основной галактикой, а дальняя — ее обломком. По теории, где-то через 2,5 миллиарда лет эти две галактики и Большой и Малой Магеллановы облака должны слиться с нашей галактикой. То, что должны мы соединиться с галактикой Андромеды, и вообще этот процесс уже пошел, это известно многим. Но, тем не менее, оказалось, что если с Андромедой еще у нас есть время порядка 4 миллиардов лет, то здесь соединение должно произойти гораздо быстрее. Малое Магелланово облако нередко используется в качестве эталона для сравнения с другими галактиками и учета свойств звездных скоплений. Поэтому в будущем его исследования продолжаются с использованием новейших телескопов и приборов. Ожидается, что это поможет раскрыть еще более глубокие тайны эволюции галактик и появление новых звезд. Кристина Текина, Универ Новости.